В барнаульских школах кипит работа. Открылись функции голосования за объекты благоустройства. Жители определяют, какие пространства в 2025 году станут уютнее и зеленее. Для голосования предложены 37 территорий. Я отдала свой голос за территорию, которая находится за музеем краеведческим, потому что эта территория находится рядом с нашей школой, которая работает уже около 50 лет. А какую вы эту территорию видите в будущем, в ближайшем будущем? Ну, конечно, красивой, красочной территории, как в хороших садах в Сочи. Один из пунктов для голосования в 130-м лицее посетила председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Голосуя, она поддержала восстановление Демидовской площади. Мне кажется, Демидовская площадь – это то место, которым гордится Барнаул. Там живет история, и налево-направо пойдешь. Везде просто дышит этим историческим моментом это место. Это историческая память, которую мы должны беречь. С 15 по 17 марта в школах Барнаула будет работать 10 пунктов для голосования за объекты благоустройства. За любимое пространство можно проголосовать здесь и сейчас. При помощи волонтеров через специальное приложение. На избирательном участке, после того, как люди проголосовали за президента Российской Федерации, они выходят и я предлагаю им проголосовать за благоустройство нашего города. Им представлено на выбор несколько районов и 37 проектов, за которые они могут отдать свой голос. После 17 марта голосование продолжится онлайн. Подарить свой голос за обновление общественных пространств можно будет до конца апреля. Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что Барнаул четвертый год подряд участвует в голосовании за восстановление общественных территорий и благодаря реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды краевой центр с каждым годом преображается на глазах. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.